Собственно, мы в нашем салоне, где он значительно пострадал в ночь на 14 августа, когда в ударной волной здесь у нас выбило все окна, потолки. Я, на самом деле, когда увидела по камерам масштаб разрушения, мне казалось, что здесь нет живого места, потому что у нас очень хрупкая витрина, у нас зеркала, я думала, что здесь вылетело все. Но, как оказалось, делались мы, если так можно сказать, легким испугом, у нас вылетели окна, и у нас посыпался потолок. Здесь вот рабочие места девочек, здесь мы принимаем клиентов. Короче, дверь открыта, тут-то. Видишь, на голову ничего не упало. Когда приехали утром уже сюда, здесь уже начали как бы немного убирать. Стекла здесь везде были, с окна очень много пыли. Уборщица пришла, убирала нам тут, помогала. Ну, как бы, впечатления, конечно, были ужасные. После этого случая я сегодня первый день на работе, поэтому вчера мы уже работали, но не мой рабочий день был. Но сегодня, в принципе, был пока что один клиент, но еще никто не спрашивал. Все понимают, все видели истории, как бы, что у нас тут случилось. Хочется заботиться о себе, несмотря на то, что обстановка действительно очень гложет, очень настораживает. Но, тем не менее, жизнь продолжается, хочется заботиться о себе, хочется выглядеть красиво. Вот, и поэтому вот пришла сегодня к мастеру на окрашивание. Главное, мы приходим к девочкам, а не в салон, в первую очередь девочкам. А все это подлежит восстановлению, и все будет хорошо. Дальше у нас уже офис нашей компании, и там у нас склад, гардеробная кухня, сидит менеджер. И вот тот кабинет у нас тоже очень сильно пострадал. Очень удар на него пришелся, вылетело сильно окно. Мы пока что временно заклеили все пленочкой. Вылетело окно, и, в принципе, ничего не пострадало, кроме потолка. Но потолок мы уже отремонтировали. Тоже сильно потолок пострадал у нас на кухне. Сейчас пока что там нет света, сидят сотрудники наши. Здесь вообще у нас беда. И будем мы ремонтировать как раз на этой неделе. Я думаю, что мы уже все восстановим. Ну а с окнами ситуация сложнее обстоит. Окна нам придется ждать пару недель. Но пока что работаем в таких условиях. Клиенты все отнеслись с пониманием. И самое интересное, когда мы в понедельник сюда приехали и увидели весь этот ужас. Приехала наш клинер. И первый вопрос у нее был, она просто знает, как я ответственно отношусь к работе, не подвожу людей. Первый ее вопрос был, так что я тут сейчас прибираю быстренько салон, и мы начинаем работать. Я говорю, ну нет, сегодня мы точно берем выходной. Я думаю, что мы где-то там 20-30 тысяч уложимся, ну вместе с потолком. Мы не подавали здесь, потому что это у нас арендуемое помещение. Мы не подавали ни на какие выплаты. И мы все восстанавливаем за свой счет.